С весны этого года на улицах столицы количество безнадзорных собак может прибавиться. По предложению зоозащитников, не агрессивных животных после стерилизации планируют выпускать на волю из пункта передержки. Как отнеслись к такой новости жители столицы и так ли безопасно это решение, смотрите в материале Евгения Тайтонова. Общественный совет примерии по настоянию зоозащитников рассматривает вариант решения проблемы с безнадзорными животными путем стерилизации отловленных животных и выпуска их на волю. Но при этом, как оказалось, никто не готов взять на себя ответственность за дальнейшую судьбу питомцев. Сейчас же все животные, которые выпускаются с ППЖ, обязательно чипируются. То есть фактически привязываются к конкретному человеку. И мы надеемся, что в будущем этот человек должен нести ответственность за этих животных. Вопрос собаки, которые пойдут по программе ОСВ. Вот они, кому будут привязаны? Кто за них будет отвечать? Кто будет за них нести ответственность? В том числе и ответственность за то, что с ними никто ничего из населения не сделает. Мы думаем сейчас над этим. Остро стоит еще один вопрос. Вопрос безопасности стерилизованных животных для населения. Точно, что укусит и не укусит, я сказать не могу. Никто гарантии вам дать не может. Да, есть такое мнение, и оно научное, что стерилизованные животные не агрессивны. Ясно однозначно одно, что жители города пока не готовы к таким мерам. На волю не знаю, потому что они же тоже будут кушать хотеть. Их куда-то надо в этих самых, в добрые руки определять. Поэтому нет. На волю не надо, чтобы не покусали нас. Мне не нравится та ситуация, которая сейчас находится. То есть на улице, да, бродячие собаки. Особенно в деревнях, в каких-то частных секторах их очень много. Поэтому, я думаю, единственный выход здесь убивать. Люди самые виноваты, что развились только много. Надо убивать тех людей, которые пакостят. Собаки бегают и живут, а не надо их трогать. Но эта проблема, очевидно, связана с отношением к собакам неправильной позиции. Многие тут относятся к собаке как к бременному, а потом забрасывают. Также, по мнению большинства жителей столицы, количество безнадзорных животных можно уменьшить только введением федерального закона об ответственном обращении с домашними животными. Евгений Тайтонов, Иван Подонинцын, Александр Слепцов, Георгий Георгиев, НВК Саха, Якутск.